здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube сегодняшняя тема очень приятная и ругаться я не буду хотя не факт конечно я хочу вам показать вот эти маленькие растенится которые кстати уж не такие маленькие и они уже начинают куститься это гвоздика гвоздика горшечная я бы так ее назвала она кстати сказать не однолетняя и зимует она под укрытием ну как бы да более-менее если вы помните да и вы заметили что турецкая гвоздика которая занимает в наших садах достойное место я бы сказала она зимой отрастает очень хорошо осенью прям зеленой массы очень много новых как бы да растений которые будут свести в следующем году но если вы ее ничем не прикроете то весной вы увидите это все подгнившие ее стебли она зеленая только ее берешь так она вся отваливается вот и все что с ней происходит поэтому гвоздиком такого рода надо все-таки укрытие желательно сухое укрытие то есть сахарный мешок и конечно когда уже холода такие стабильные не мороз когда низкая положительная температура низкая это не значит отрицательное и вы должны да сахарный мешок прикрыли сверху положили там какие-нибудь колобухи палочки чтобы не снесло ветром и вот так перезимует и эта гвоздика горшечное растение которое прекрасно может расти и дома на окне и в саду естественно на клумбах и просто в горшках в саду и цветет она имеет такую шаровидную форму с такими крупными цветами вот здесь три цвета ну к сожалению видимо я приехала в магазин поздно и мне достался один сорт с малиновыми цветами второй сорт с малиново с белым прямо очень красивое сочетание а третий сорт и их три горшочка знаете цвета светлой моркови не оранжевый нет а вот что-то даже не знаю как сказать ну какой-то такой мягкий теплый нежно-морковный цвет и конечно я их должна сейчас после покупки вот это контейнер транспортировочный так называемый продажный он конечно очень хлипенький но можно было бы поддержать и здесь если бы ни одно но когда я сослепу покупала эти растения но у меня была надежда что они просто посажены здесь они и выращены но оказалось все не так значит я вытаскиваю из земли совершенно видите корневой системы здесь нет в этом не знаю контейнере как его назвать помягче а вот здесь естественно гвоздичка была посеяна я так понимаю не распекирована суда не распекируешь в очень маленькую таблетку ее диаметр буквально два сантиметра все что у нее есть в смысле корневой системы надо разглядеть чтобы это разглядеть надо все раз стричь очень плотный укрывной нетканый использован для того чтобы это растение как-то росло причем корни проросли в одном месте где вероятно была дырка не знаю как мне удастся все это развернуть не оборвав корни но уже обрывается корни вот посмотрите видите корневая система прошла через укрывной только в одну дырку а дальше уже проблема ну постараюсь развернуть как-то ну вот да видите лохмотья вот это они корни бывшие теперь уже здесь конечно корневая система очень ущемлена хотя такова имеется сейчас подождите вот дружу на носочки и попробую разглядеть ну да какие-то корешки есть не очень у нее обильные вот тут вот корешок здесь один ну вот три-четыре корня всего к сожалению это так поэтому чтобы устроить ей все-таки хорошую жизнь я перри сажу это не пикировка это и не перекатка просто пересадка для того чтобы эти растения как-то не погибли чтобы растением было очень комфортно я предпочитаю вот такие контейнеры ну это 0 5 по видимому не более самое главное что есть отверстия дренажные их много есть пятки которые не дадут растению присосаться к поверхности например поддона сюда будет отсюда будет сливаться вода и сюда будет подтягиваться воздух что крайне необходимо для растений подобного типа гвоздика девочка капризная значит для того чтобы у нас не высыпалась почва из горшка помните да мой прием который я всегда использую вот две лопаточки земли а теперь руками придавите очень сильно видите да она появилась но она даже с водой сливаться не будет ну а теперь мы должны положить столько почвы чтобы растению было комфортно здесь смесь естественно агроперлита немного вермикулита немного кокоса и обычная обычный компост и плюс земля дерновая уже сдачи естественно гвоздика не любительница кислого сюда введена еще и доломитовая мука я вот хочу остановиться на этом вот понимаете она сделана была не вчера и не позавчера а две недели назад я ее пролила я ее выставила на балкон чтобы процесс раскисления шел как в природе а вы когда заготавливаете почву а теперь все верещите просто от того что растение начинает погибать особенно помидоры жалко конечно это наша еда кто спорит но зачем вы в тазике намешали и тут же все золы еще там буханули кроме доломитки то забыли конечно а помидоры нужно нейтральное также как вот этому растению поэтому заранее все сделано посмотрите я ее осажу пальцами кстати сказать про почву для каждого растения свое количество нужно для гвоздики доломитки столько не нужно сколько для томатов перцев и баклажан поэтому здесь все вот посмотрите ну ну не не почва просто красавица она пышная и мягкая она питательная нейтральная ну лучше не бывает ну вот так обычно я это делаю в ванной у меня там места много и и вот теперь вот этого товарища вот тут еще укрывной кусками цепляется здесь тоже агроперлит введен состав хороший только уж очень маленькая таблетка плакать хочется над ней я поставлю заглублять я не буду я буду держать левой рукой уровень который должен остаться здесь и под корни ей подсыплю почвы ну явно недостаточно видите а теперь очень аккуратненько очень вот пальчиком вот так вот заберите растение и с одной стороны лопаткой вот так вот а теперь с другой стороны так чтобы ровно стояла серединка сердечко засыпать нельзя уровень посадки сохранять тот же который был и в вот в том контейнере то есть уровень таблетки я бы сказала ну недостаточно еще почвы еще одну лопаточку ну вот теперь может быть конечно ее нужно будет хорошо пролить и что вы должны сделать дальше сейчас выставлять ее после пересадки даже если мы не нарушили корни нет никакого смысла сразу на солнце пожалуйста на прохладный балкон гвоздика жары не очень любит это мнение давно уже проверено на 100 рядов вы должны поставить на балкон но поставьте ее вниз на пол балкона и так чтобы она стояла под окном чтобы солнечные лучи на нее не падали у нее сейчас очень слабая способность испарять влагу с листьев у а почему да потому что корни у нее сейчас еще не работают даже бы если мы их не нарушили вы все равно должны поступить также любое растение пересаженная перекатная перевальная на двое суток убираем только на рассеянный свет и желательно прохлада это вам не баклажан которому минус плюс 20 это как бы еще и маловато ну вот растение хорошо выглядит почва достаточно хорошо облегает а вы должны помнить что корневую систему обдавите прям пальчиками так чтобы было полное прилегание никаких воздушных пустот потому что если корешок новый выйдет и повиснет в воздухе он скорее всего погибнет значит вода поможет поливка поможет корневой системе ну как бы до облачиться в земляную такую шубку и это правильно еще хочу сказать вот посмотрите горшки очень чистые после каждого растения в них сначала росли гортензии потом земляники но после каждого гортензия их нужно отмыть желательно с моющим средством вымыли грязь сделали на губочку там ферри или чем вы моете посуду промойте потому что болезнетворные бактерии могут быть не на растении могут быть просто на почве я надеюсь что вы меня видите и слышите и у нас мы с вами всегда договоримся вы главное помните что надо делать один раз хорошо они 10 раз исправлять свои ошибки ну на этом все пока всего доброго и до свидания и и и и и